Почти тысяча человек трудятся на коксогазовом производстве. Продукция предприятия – топливо для выплавки чугуна как в нашей стране, так и в ближайшем зарубежье. Процесс непрерывный. Круглосуточно сотрудники завода обеспечивают бесперебойную работу коксовых батарей. Даже в праздничный день металлурги трудятся. Поздравления и торжественный концерт многие слушали на рабочих местах. С 1951 года на данной промышленной площадке ведется производственная деятельность. И сегодня в 65-й раз мы встречаем здесь День металлурга. История завода насчитывает много славных трудовых побед и достижений. Три поколения металлургов, а с учетом первостроителей завода уже четыре поколения россиян здесь осуществляют производственную деятельность. Город Видное вырос из рабочего поселка московского коксогазового завода. Поэтому многие жители округа трудятся здесь поколениями. Например, Вячеслав Киселев. На предприятии 13 лет. Отвечает за газоснабжение завода. Профессию, можно сказать, получил по наследству. Вся моя семья работала на заводе. И отец работал, и тесто работал. А дед в 1937 году приехал из Орловской губернии и был десятником на стройке этого завода. Вообще весь заводской коллектив – это дружный, ответственный. Ну, в общем, очень хороший коллектив. Далее, про техническое руководство. Вот Николай Петрович выступал в Зубайке. Умнейший человек – голова. Директор? Ну, здесь слов нет. Такого директора всем пожелаем. Принято считать, что металлургия – исключительно мужская отрасль. Однако в коллективе Московского коксогазового завода есть и женщины, которые не уступают профессионализме сильному полу. В числе награжденных в честь праздника – Татьяна Левина. Я пришла на завод в 2005 году. Ну, наверное, это судьба, скажем так, потому что здесь у меня работали и родители. Отец работал электриком всю жизнь, мать работала на душевном вагоне. Работал брат, работал дядя, работал дед. Работали все. Наша группа, допустим, газовая группа, к которой я принадлежу, мы контролируем обогрев коксовых печей, то есть смотрим за температурами коксования печей, за выходом печей. Вот это наша основная работа. Десятки металлургов в праздничный день получили награды руководства предприятия и Ленинского городского округа, а также депутатского корпуса. Двое сотрудников Московского коксогазового завода были удостоены почетного знака главы муниципалитета. Московский коксогазовый завод является системообразующим предприятием по нескольким показателям. Первый из которых является это количество наших жителей, которые работают на этом предприятии и получают достаточно высокую заработную плату. И второе, конечно, то есть это объемы налогообложений, как федеральные, региональные, так и муниципальные налоги, которые без задержек систематически поступают в установленные сроки в бюджеты соответствующих уровней. Почетные гости праздника – ветераны завода, те, кто посвятил жизни металлургии. Например, Галина Непринцева работала в отделе связи предприятия почти 40 лет. Выйдя на пенсию, о своем призвании не забыла. Возглавила ветеранскую организацию. Коксогазовый завод стал вторым домом за столько времени. Конечно, и все, кто проработал на заводе так энное количество лет, все равно завод для них дорог, для нас дорог завод. И, конечно, чтобы молодежь трудилась так же, как трудятся и трудились ветераны. Были в строю ветераны в строю, и молодежь, пускай, будет в строю. А нашему заводу процветание. В преддверии Дня Металлурга на заводе звучали поздравления и теплые пожелания как от гостей предприятия, так и от его нынешних и бывших сотрудников. Творческие коллективы города подарили металлургам праздничный концерт. Олеся Попова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова